Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Спад по сравнению с 2019 на 470 миллионов рублей. Примерно половина это потери по неоказанным платным услугам из-за закрытия детских садов на карантин. 156 миллионов не получено по арендной плате за инфраструктурные объекты в сфере воды и теплоснабжения, поскольку теплотрассы перешли к Т-плюс как к консессионеру. Компания за них перестала платить аренду. Второй платильщик аренды ККС перестал заниматься водоснабжением и вернул сети городу. Программа Экономика. Мэрия собирается расторгнуть контракт с одним из коммунальных подрядчиков. Об этом было заявлено на комиссии Гордумы по строительству и благоустройству. Речь о компании Автодорстрой, чьей деятельности по уборке снега у муниципальных властей больше всего претензий. До 15 февраля компания должна устранить выявленные нарушения, иначе контракт с ней будет расторгнут, а работу отдадут другим компаниям, заявляют ВДПИ. Сейчас в среднем на улице города в сутки выходит полторы сотни единиц техники. Примерно столько же человек расчищают тротуары вручную. За плохую работу подрядчикам выдано 160 предписаний, наложено штрафов больше чем на полтора миллиона. А руководство города пообещало увеличить финансирование зимнего содержания дорог. Экономика на 101 ФМ. А сейчас информация от наших партнеров. Банк Хлынов стал брендом года в Ульяновске. Он победил в номинации «Успешный старт премии бренд года», финал которой состоялся в начале февраля. В церемонии приняли участие первые лица Ульяновской области – бизнесмены, общественные и культурные деятели. Банк Хлынов начал работу в Ульяновске в прошлом году. Награда стала подтверждением позиций банка, как входящего в ТОП-10 в Приволжском федеральном округе, по версии портала Банки.ру, отметила управляющая офисом в Ульяновске Марина Латышова. Бренд года – престижная бизнес-премия в Ульяновской области. В этом году ею отметили 30 компаний сферы финансов, производства, бытовых услуг, туризма и других. А у КБ Хлынов лицензия ЦБ номер 254. И в конце выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73, рубля 76 копеек, евро 89,44. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова